Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Алина Летучева. И у нас, знаете что, сегодня впервые за всю историю канала будет видео про прически. Так как я в этом очень плоха, я выбираю заведомо что-то очень простое, элементарное, красивое. И у меня уже за это время собрался, наверное, такой пул причесок, про который вы постоянно спрашиваете. Поэтому я вам покажу сегодня, как сделать актуальный, классный, объемный хвост. Я совсем недавно научилась и не понимаю, как я жила до этого. Также покажу вам несколько причесок, низкий пучок, высокий пучок из гулек. Это тоже сейчас такая очень трендовая прическа, как сделать актуальную прическу с крабигом. А также покажу, как повязывать шарф так, чтобы не испортить прическу, чтобы он выглядел объемно, красиво. Так как это один из самых частых вопросов в моем инстаграм. Конечно же, самый главный секрет красивой укладки у нас в чем? Это в подготовке волос, поэтому мы сегодня с вами сначала их помоем. Я расскажу вам немного про уход, а также отвечу на самые популярные вопросы. Как вы знаете, у меня волос достаточно много, они тонкие, но требуют, соответственно, определенного ухода. Тем более, что я сделала окрашивание. Оно называется калифорнийское. Все постоянно спрашивают. Это такой эффект милирования, как будто поцелованные волосы с солнышком. Выглядит очень естественно. И мне безумно нравится, так как это освежает весь мой образ. Ну и в душе я блондинка, так что я не смогла устоять в который раз. Соответственно, сейчас у меня сменился немного уход, и я тестирую линейку от Herbal Essences с марокканским органовым маслом. У бренда обновился дизайн основных коллекций, и упаковка стала более экологичной. Флакон можно сдать в переработку, и плюс он сделан полностью из переработанного пластика, что для меня очень важно. Кстати, еще из интересных фактов, все формулы Herbal Essences веганские и не тестируются на животных. У линейки глубокое восстановление теперь еще и более питательная и натуральная формула. Она содержит настоящее органовое масло, экстракты растений и дарит до двух раз больше питания волосам. Волосы после использования получаются такими мягкими, живыми, очень красивыми и без утяжеления. Сначала я промываю волосы с помощью шампуня, затем обязательно наношу бальзамополаскиватель для гладкости волос. А еще у меня есть очень хорошая привычка, я обязательно пару раз в неделю устраиваю себе дни, как я их называю, дни восстановления. Так как мои волосы осветленные и нуждаются в дополнительном питании, я наношу интенсивную маску Essences of Life. Она безумно вкусно пахнет, содержит настоящее органовое масло тоже. Я еще зажигаю свечи, включаю любимую музыку, и у меня получаются такие настоящие бьюти-ритуалы. И, кстати, ее еще можно использовать не только как маску, но и для регулярного ухода в качестве бальзама-ополаскивателя. Итак, мы подготовили волосы, можем приступать с вами к укладке. И первый лайфхак, который я хочу вам показать, как сделать объемный и очень красивый хвост. Обычно мы собираем волосы вот таким образом, мы просто зачесываем их назад, крепим их здесь резинкой, ну и, соответственно, спустя время у нас хвост просто падает вниз. Это классика, которая у нас постоянно случается. Выглядит это все не так, как на картинках и не так, как хотелось бы. То есть обычный хвостик. А теперь я покажу вам, как его оказывается. Можно просто с помощью двух простых движений сделать таким объемным, красивым и зачесанным. Нам понадобится обычная резинка. Ваши волосы прекрасные. И просто несколько часов, проведенных в ТикТоке, которые помогли найти мне этот лайфхак. И с тех пор у меня получается очень классный хвостик. Мы просто делаем хвост, как обычно. Продеваем резинку, там все такое. Думаю, это не надо рассказывать. Но на финальной части, когда у нас уже остается один оборот резинки, мы протягиваем не весь хвостик. Мы протягиваем только нижнюю его часть. И у нас остается вот здесь часть волос. Верхняя. А нижнюю мы убираем в хвост. Таким образом будет легкое разграничение получается волос. И вы можете вот эту вот часть отдельно растянуть. И получается гениальный, высокий хвост. Здесь, соответственно, можно вытянуть прядки. Можно с помощью лака. У меня просто никогда такие хвосты не получаются из-за того, что из-за текстуры волоса. Здесь можно просто уже экспериментировать, как вам нравится. Знаете, получается такой эффект хвоста Рианы Гранда. Вот, например, к сравнению, если сделать обычный хвост, он опускается, у него нет такой приподнятой части. Поэтому пользуйтесь этим лайфхаком на здоровье. Так, следующая прическа. Это у нас низкий, но очень красивый пучок. Вам, в принципе, понадобится только одна резинка из подручных средств. Мы с вами, если хотите, оставляем буквально по паре прядок у лица. Дальше остальные волосы мы убираем назад, как если бы мы делали низкий хвост. То есть вот здесь. И далее мы начинаем накручивать этот хвост на руку до тех пор, пока не образуем такую как улитку. Теперь убираем волосы с помощью резинки в такой пучок низкий. Тут тоже немножко волосы расправляем. И вот здесь вот над пучком делаем такую дырочку, в которую будем продевать наш пучок. Если хотите, вы можете пучок провернуть дважды. Все зависит от количества ваших волос. Мне кажется, такая прическа подойдет как на работу, во-первых, это очень просто, но также для похода в театр или куда-то более к вечернему образу под платье. Так, и теперь мы с вами будем делать вот такой незамысловатый пучок. Он очень легкий, я уверена, что вам понравится. И для того, чтобы его сделать, нам нужно разделить волосы на две части, точно так же, как мы делали в первой прическе. Делаем два хвостика, только мы их будем с вами превращать в гульки. То есть все как обычно, просто закрепляем резинкой и один оборот хвостика выпускаем не до конца. Получается своеобразная гулька. Здесь все зависит от текстуры вашего волоса. Если недостаточно плотности или еще чего-то, можно добавить лак или соль для волос. И теперь делаем то же самое, но снизу получается хвостик, хвостик. Как спицы, как вязать нас учили. Кошка, лапку. Оп и оп. Получается две гульки друг над другом. И теперь нам нужно одну петлю продеть в другую. Желательно аккуратно. И теперь мы берем невидимки. Кстати, это очень удобный способ. Вместо, хотел сказать, спиц, вместо шпилек крепить пучки. И получается намного более плотное крепление, фиксация. И вот так вот по кругу, просто с помощью невидимок, убираем, во-первых, хвостики, которые у нас торчат. Получается уже такой более объемный прическа. Вот, собственно, с помощью нехитрых движений получается такой легкий, немножко подвижный пучок. Но при этом, мне кажется, смотрится очень естественно и красиво. И необычно. Я вам обещала показать еще несколько классных причесок с крабиком. Здесь, на самом деле, все очень просто. Самая актуальная прическа именно с захватом только части волос. Вы как бы ее приподнимаете наверх. И таким образом приподнимаете либо в хвостик, либо в пучок. Конечно же, с крабиком можно экспериментировать сколько угодно. И делать хоть низкий пучок, хоть высокий. И это получается очень красиво. Сейчас это стильно, это просто. И поэтому я каждый день дома делаю такие прически. Потому что они не занимают меня, на самом деле, больше минуты или полутора, чтобы их сделать. Если вы тоже ленитесь, как и я, то обязательно поэкспериментируйте с прическами с крабиком. И теперь самый частый вопрос у меня в инстаграме. Как я так повязываю шарф вокруг головы? Во-первых, это никак не портит прическу. Во-вторых, это очень просто. Ну и, соответственно, греет голову. Вам нужно обернуть шарф один раз вокруг головы и сделать так называемый капюшон. И достать как бы ту часть шарфа, которая внутри. Не из свободных концов, которые болтаются у нас по бокам, а внутрь. Тогда у вас получится капюшон, который вы можете и затянуть с двух сторон, если есть такая необходимость. Или вот в таком расслабленном варианте оставить. Получается очень круто. Ну вот, у нас подошло это видео к концу. Я знаю, прически были очень простыми, но если вы такой же профан, как и я, вам наверняка они пригодятся в жизни. И вы сможете просто делать какие-то прически дома за пять минут. Я желаю всем прекрасного настроения. Если вам такие ролики нравятся, то не забудьте поддержать его пальчиком вверх. Поставить... Оставить какой-нибудь комментарий. И я буду снимать такие ролики еще. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok